Да, возможно ли трехсторонняя встреча главный Россия-Захаджана-Армения на Генассамблее? Ну, если такая встреча будет прорабатываться, мы обязательно о ней сообщим. Но сейчас я могу сказать, что мы находимся также в контактах со сторонами. Об этом я уже сказала. И, как вы понимаете, это является просто необходимостью данного момента. Второй вопрос. Как вы можете прокомментировать недавнее заявление помощника госсекретаря США, КИМ, с так называемыми, можно сказать, чистосердечными признаниями о намерении оторвать Армению от России? Также на прошлой неделе в Армении прошла церемония открытия 5-го оперативного центра мониторинга ЕСС по наблюдению за ситуацией на армяно-азарпайджанской границе. Как вы можете это прокомментировать? Ну, если вы говорите о том самом заявлении КИМ, которое было сделано 14 сентября в Конгрессе, то мне кажется, это очень похоже на то, что было на те заявления, которые были сделаны с Толденбергом. Меня сегодня о них спрашивали относительно того, что миру нужно готовиться к затяжному кризису на Украине. На самом деле, читай, НАТО готовит затяжной кризис на Украине для всего мира. Вот здесь то же самое. Да, в общем, у нас и до заявления КИМ не было никаких иллюзий по поводу реальных целей Вашингтона на постсоветском пространстве, в частности, в Закавказье. Разве мы об этом не говорили? Нанести максимальный ущерб позициям России и ее связям с ближайшими союзниками. А здесь уже не важно, последствия, цели, задачи, просто сопутствующие издержки, это уже не важно. В принципе, разрушение всей той архитектуры, которая выстраивалась, я имею в виду архитектуры безопасности, нанесение удара по, опять же, или как следствие, или как дополнительная цель, или просто, ну, так получится. По всему тому позитиву, который был наработан, хрупкому, где-то прочному, где-то дающему уже результаты, где-то только подающему надежду на эффективные результаты. Но нанести удар и все превратить в очередной хаос. Ну, собственно говоря, под натиском критики американских законодателей, представительница Госдепартамента просто взяла и призналась, что в качестве очередной жертвы геополитических игр с нулевой суммой США решили теперь выбрать Армению. Ставка сделана на ее окончательный отрыв от России и полную переориентацию на Запад. Это не я говорю. Это говорит не российская сторона. Это говорят в Соединенных Штатах Америки те, кто являются идеологами и практическими реализаторами вот этой самой политики. И когда мы от властей в Ереване слышим, что их учения с НАТО, ну, прежде всего, с Америкой внутри НАТО, их, так сказать, действия в фарватере Запада антироссийской направленности являются не антироссийскими и не направлены против России, и точно ничего не угрожает развитию двусторонних российско-армянских связей, вот теперь на это все ответили в Госдепартаменте США. Теперь не мы должны убеждать официальные лица в Ереване, что они встали, а их на самом деле поставили или просто подталкивают на очень опасный путь. Это уже было сказано в Вашингтоне. Это уже официальная позиция, которая озвучена. Я не очень уверена, что представители Госдепартамента США, как в данном случае Юрий Ким, до этого Виктория Нуланд хотели это озвучивать. В частности, Виктория Нуланд, наверное, в страшном сне могла себе представить, что ей придется признать наличие биолабораторий США и военных программ, я имею в виду, которые связаны с биоэкспериментами на территории Украины. Но она была вынуждена это сделать, так как это присяга, так как это уже вопрос ее законодательной ответственности. И здесь то же самое. Это не интервью журналисту, где можно как-то выкрутиться, как обычно выкручиваются американские чиновники. Это ответственность историческая перед законодателями, перед законодательной власти, перед законом Соединенных Штатов Америки. И они просто раскрыли карты. А карты-то крапленные и на этот раз тоже. Ну и, собственно говоря, вот эта безумная ставка на дальнейшее всестороннее содействие Армении в военной сфере со стороны США, видимо, ну они тоже не скрывают, должно стать стимулом, так сказать, и очередного хаоса в регионе, и антироссийских действий. На этом фоне нас не могут удовлетворять заверения властей Веревани о том, что их последние шаги, о которых я сказала, это и запуск процесса ратификации Римского статута МУС, и, так сказать, вот эти явно антироссийские контакты с киевским режимом, и совместные учения с Соединенными Штатами никак не затрагивают отношения Армении с Россией. Теперь Вашингтон сказал, что затрагивают. Такого рода действия официальный Ереван подобными шагами создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их врожденной по отношению к России политике. И мы рассчитываем, что армянские власти осознают всю опасность, затеянной западниками, новой авантюры, а это авантюра. И мы надеемся, что мудрому армянскому народу хватит политической мудрости принять правильные решения и для своей страны, и для региона в целом. И со своей стороны мы подтверждаем приверженность российско-армянскому союзничеству и готовность наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию. Спасибо. У нас был еще один вопрос. Возможно ли? Да, пожалуйста, конечно. Да, большое спасибо. На днях источник правительства Азербайджана заявил, что азербайджанские российские власти добавят дорожные карты, в которых будут закреплены шаги по укреплению двусторонних сотрудничеств области, экономики и туризма. Что можете сказать о сотрудничестве России Азербайджана в таком направлении? Что известно о перспективах проведения российско-азербайджанского межрегионального форма? Про проблематика развития двусторонних связей в сфере экономики и туризма рассматривается в рамках двусторонней межправительственной комиссии, как вы знаете, по экономическому сотрудничеству. И 7 июля в Москве успешно прошло 21 заседание МПК. Я думаю, что мы дополнительную информацию на этот счет еще опубликуем. Продолжение следует...